Видеоролик создан специально для сайта fb.ru Ни один семейный праздник не обходится без моего фирменного десерта. На первый взгляд кажется, что приготовить запеченную Аляску невероятно сложно, однако реальность такова, что на практике это будет легко. Три слоя мороженого и бисквит – это все, что составляет основу данного классического торта мороженого. Так что, когда мне необходимо чем-то порадовать своих близких на праздник, то я готовлю именно этот десерт. Для приготовления данного торта я обычно беру следующие ингредиенты. Два стакана шоколадного, шесть стаканов клубничного и шесть стаканов ванильного мороженого. Одну коробку смеси для выпекания шоколадных брауни, восемь яичных белков, четверть чайной ложки винного камня и один стакан сахара. Когда я готовлю данный десерт, то в обязательном порядке следую приведенному далее рецепту. Сначала я подготавливаю форму для торта. Для этого я беру кулинарный спрей и пергамент. Первым делом на дно формы я выкладываю лист пергамента, а затем слегка обрызгиваю его кулинарным спреем. Затем я готовлю тесто для брауни в соответствии с инструкциями, которые описаны на упаковке. Обычно выпекать такой бисквит нужно в течение 25 минут. Для создания слоя мороженого я беру полиэтиленовую пленку, а затем выкладываю на нее слоями слегка размягченное мороженое. Сначала идет шоколадное, затем клубничное и ванильное. Затем я плотно накрываю мороженое еще одним слоем пленки и замораживаю в морозилке до тех пор, пока данный слой торта не станет полностью твердым. На это у меня уходит около 4 часов. Как только брауни остынет, то я вынимаю затвердевшее мороженое из морозилки и помещаю его сверху бисквита. Затем все снова оборачиваю в пленку и помещаю в морозилку примерно на 1 час. Для приготовления меренги, которая украшает мой торт, я с помощью миксера взбиваю белки с винным камнем примерно 2 минуты. Затем, постепенно увеличивая скорость работы миксера, я добавляю сахар. Меренгу требуется взбить до образования глянцевых пиков примерно 12 минут. Затем я наношу меренгу красивыми закрученными пиками на саму основу торта и обжариваю пару минут до золотистого цвета. После этого я нарезаю десерт и сразу подаю к столу. А какие подобные интересные рецепты можете посоветовать вы? Поделитесь с нами в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал.